Время говорить спасибо. Накануне женского дня глава региона Николай Меркушкин встретился с теми, чьим долгом уж точно не была война. Они видели фронт и помнят, как сейчас, те страшные дни. Женщины-участницы войны. Не намерены сидеть сложа руки и сейчас, спустя почти семь десятилетий. Самое ценное – опыт и любовь к родине. Они готовы передавать молодому поколению. Иван Попов продолжит. После обязательных поздравлений участники встречи перешли к обсуждению вопросов неформальной обстановки. Одно из предложений от ветеранов – возродить Тимуровское движение – получило поддержку губернатора. Та же работа, которую вы ведете, она работа с молодежью. Патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание. Тимуровское движение я тоже прошу тут посмотреть очень быстро. Очень быстро. Николай Меркушкин также обратил внимание на проблему музеев войны, которых в области не так много. Отдельный вопрос – выпускник воспоминаний, свидетелей военных событий. Без финансовой поддержки эти записи рискуют так и остаться никому неизвестными страницами истории. Я сколько раз обращалась в Министерство образования. Дайте обзыв этой книге. Возьмите эти книги в библиотеку. Бесплатно. А зачем? Этот вопрос также вошел в список первостепенных задач к выполнению. Для большинства гостей живое общение с губернатором Диковенко. После встречи делились впечатлениями. Радостный праздник весенний. Хочется радоваться, хочется жить. Все вроде сносно все. Пенсии мы обеспечены. Хорошие пенсии у нас. Так что особых. Иван Попов, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова